От пробы пера до настоящей сказки на сцене. В Гродненском областном театре «Кукол» состоится премьера детского спектакля «Тот самый слоненок». Один шаг до диплома остается режиссер в этой постановке Аглая Жукжди. Именно «Тот самый слоненок» стал финальным проектом выпускницы Санкт-Петербургского института сценических искусств. Аглая выбрала для спектакля именно Гродненскую сцену, потому что для нее она ассоциируется с детством. С малых лет девушка приходила в кукольный театр, где работают ее родители. Один из самых титулованных белорусских режиссеров Олег Жукжда и ведущий мастер сцены Лариса Микулич. И именно поэтому вопрос с выбором театральной площадки не стоял. Сама Аглая признается, что для нее на первом месте стоит не оценка отлично от преподавателей института, а любовь зрителя. Я долго думала над материалом, какой мне выбрать. И перечитывая очередные сказки, я наткнулась на слоненка, которого в детстве очень любила. Вообще я очень люблю слонов, у меня в детстве даже коллекция целая была, там прям в ряд стояли на полочке. Вот, я подумала, что это символично и решила остановиться именно на этом материале. Этот спектакль я постаралась сделать на такой более современный мотив. Сюжет постановки «Тот самый слоненок» далеко не новый. Сказка Киплинга «Слоненок», которая стала основой для сценария, пережила не одно поколение. Солнечное сафари, яркое авто и живая природа, где на каждом шагу можно встретить экзотическое животное. В этой необычной атмосфере и развернутся основные события. По сюжету герои, туристы попадают в непростую ситуацию. Их автомобиль ломается по дороге. Экскурсовод, чтобы успокоить паникующих людей, начинает свой рассказ. Давным-давно жил на свете слоненок. С этих слов начинается увлекательная история, которую смогут увидеть зрители на премьере спектакля «Тот самый слоненок» 28 и 29 марта в Гродинском кукольном театре. Также зрители, которые по определенным причинам не смогут прийти в театр в день премьеры, получат возможность посмотреть спектакль в режиме онлайн. По предварительным данным, постановка будет транслироваться на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok